Спасибо еще раз, что пришел. Я тебе буду задавать вопросы, они короткие, ты на них можешь отвечать, как тебе удобно. Первый вопрос, мы тут внутри в команде коммент-шоу твои большие фанаты, и это со чемпионата мира, который к нам приходил в лайв на чемпионат мира. В связи с этим приглашение и вопрос. После завершения карьеры мы тебя очень ждем в команде коммент-шоу, чтобы ты вместе с нашими ведущими создавал «Арфайл». Согласен? Да, вот к вам, к вам я согласен прийти. Петь, знаешь, какой у тебя травма за карьеру была? Прямо серьезных-серьезных я не считал, но их не было много. Мне повезло. Если бы не футбол, кем бы ты стал? Муниципальным управленцем. Ты бы смог сейчас жить в Братске? Нет. Мне даже тут предлагали вернуться в Братск и там жить и развивать футбол, но я сказал, я не смогу. Курил когда-нибудь? Да, один раз. Мне было... Мы еще жили в Мамакане, там, где я родился, и попался на папу. После этого я не курил. Сколько тебе год? Я был совсем маленьким, мне было шесть или семь лет. Где-то за гаражом с ребятами постарше попробовал и все. А алкоголь когда? На алкоголь, наверное, было семнадцать или восемнадцать, тоже на папу попал. Все. Нет, понятно, что там уже когда это стал постарше, ну не то, что напиваться, да, там пиво, бокал вина, это без проблем. В Турции, кстати, свободный режим в этом память? Да. Да. Никто не следит, ты можешь выпивать винишко, можешь пить пиво. Да, 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 да. То есть в России, я думаю, все боятся, опасаются, что где-то сесть и выпить бокал вина, потому что очень негативно к этому относится общественность. Когда ты играешь в Москве, это проще себе позволить, да? Много ресторанов, говорят. Ну, наоборот, мне кажется, в Москве, даже несмотря на большое количество кафе и ресторанов, можно легко нарваться на любителей футбола. Какой вес максимальный? 83 с половиной. Извините, прерву вас на секунду. Наши друзья из Винлайн изменили концепцию фрибета. Теперь все новые пользователи получат моментальный фрибет до 20 тысяч при первом депозите, пополняя счет на любую сумму и получая бонусом бесплатную ставку на такую же сумму. Максимально доступный фрибет 20 тысяч рублей. Устанавливайте приложение. Важный очень вопрос. Черчесов или Карпин? Черчесов. Абаскаль или Черчесов? Черчесов. Камбаровых купил когда-нибудь? Всегда. Вообще не различал, что Камбаровых, что Мирончуков. Только на поле можно было, потому что один правша, другой левша. Аликс из Спартака или Головин? Аликс. Давай в тему тогда. Три лучших регионера в истории российского футбола на твой взгляд. Вагнер Лав, Аликс. И, наверное, я назову Кристиана Ноба. Как тебя Дзюба называл? Губастый. А ты его? Дзюба, просто Дзюба. А есть вообще у Артема какие-то погоняло, которые его раздевали? Упоминающиеся, которые политики не знают. Ну, Шпала, там, Шланг его называли. Я помню его даже... Как раз Шланг его... Да, Шланг его, по-моему, Мирослав Юрьевич Ромашенко называли. У Карова в багажнике Бит увидел когда-нибудь? Нет. Я его вообще никогда в машине, за рулем машины не видел. А смешные шутки Бердыева когда-нибудь слышали? Битейш не шутит. Хотя, может быть, сейчас. Чем Черчесов вселенный и хорош? Харизмой. Он отличный мотиватор. А он хороший кандидат на пост главного трейдера Спартака на поле? На мой взгляд, да. Если бы ты сейчас в Спартаке принимал решение, кто будет следующим главным трейдером после Абаскаля, ты бы выбрал Черчесова или Карпена? Ну, если отбросить там все нюансы, выбрал бы Станислав Саламыч. Собивал бы, кстати, на тренировку? Нет. Против Месси как вообще? Прикольно. Человек ходит, смотрит на трибуны, а потом в определенный момент взрывается или забивает, или отдает. В моем случае было – отдает. Недавно просто публиковали видос, как Месси в матче на Майами стоит просто укропки поля на протяжении трех минут, потом включается на 15 секунд и делает гол в дальнюю девятку. Да, это он. Так и было. Так и было. Причем это был единственный мой матч против него. У меня было задание играть против него. А ты не можешь играть больше против него, потому что он не играет? Ну, я пытался выполнять установку тренера, да, и так получилось, что большую часть матча я проходил вместе с ним. Тот матч, когда ты набегал 7 километров? Наверное, да. Победа над Баварией в Лиге Чемпионов или над Испанией на Чемпионате мира? Над Испанией. Когда вы прошли Испанию в тот самый матч, было ощущение, что можно грызться дальше, что финал – это не так уж далеко, что все возможно? Да. Очень хотелось попасть в четверку, то есть дойти до полуфинала. Главное – такая трагедия для расходства? Это было очень сильное разочарование. Я помню, что после Хорватии я был с семьей, с родными и даже не досматривал уже Чемпионат мира. То есть я только из новостей узнал, кто стал чемпионом. А при Испании трясло? Было волнение. Я считаю, что это абсолютно нормально. Но не трясло. Нет. Потому что была уверенность в том, что мы не одни. У нас был коллектив. И за нашими спинами была вся страна. Если сейчас сравнивать две лиги – турецкую и РПЛ, какая, на твой взгляд, более конкурентоспособная и какую можно назвать более сильную? Ну, я бы назвал турецкую. Там много качественных и классных топовых футболистов, которые дают тот рост, который необходим другим игрокам. Даже несмотря на то, что играешь ты в одной команде с ними или нет, все тянутся к звездам. Самое обидное, что тебе писали после спинта? К радости я не успел ничего прочитать. Все закрыл и получал только сообщения на телефон и звонки с поддержкой. Поэтому, ну, самое обидное, я не знаю, как я говорил, после чемпионата мира в Катаре, на который мы из-за моего автогола не попали, написал кто-то мне, получил ли я медаль бронзовую. Я хороший? Да. А если кто-то поддерживал после этого самого автогола? Был кто-то необычный, неожиданный, с кем-то долго не общался, кто-то всплыл и поддержал? Вот кто именно мне написал, в принципе, нет. Вот я потом увидел, прочитал комментарий от Рустема Федаича и Сайманова. Вот это была неожиданность для меня. Ты не выгорел после этого? Нет, выгорел через год. Намного хуже. Год назад. Лучшая мотивационная литература, на твой взгляд? Кто заплачет, когда ты умрешь? Лидер без титула? Это про Арсенал. Похоже, да. После Венгера, да? Совет молодым футболистам, которые сейчас раскрываются в РПЛ, уезжать или оставаться? Если есть возможность, то лучше уезжать. Если футболист хочет развиваться и расти, и есть у него мечта поиграть где-то за границей в топ-клубе, тогда да. Смотря у кого какие цели. Тебе кто-нибудь торчит денег? Да. Сколько? Достаточно много. Сколько суммарно ты нараздавал денег за свою карьеру? Ну, я не нараздавал, да, но занимал. Вернул? Хотелось бы. А это частая история для российских футболистов, когда они дают долгу друзьям, вольным приятелям, и потом эти деньги не зарешают? Я думаю, что довольно часто, но опять же все зависит от человека и от тех людей, кому занимают. Может, надо отбросить по финансовой грамотности, правда. Почему нет? Давайте имем все это. Давайте наш следующий с тобой проект. Просто очень мало футболистов, которые готовы к этому, которые хотят этого. Намного же проще сидеть или там не сидеть, а у тебя есть деньги и их потратить на какие-то блага временные. Это же интереснее. Кто из футболистов задумывается о том, что будет завтра? В ИФА или Азер? В ИФА. Ты бы сейчас поехал в сборную? Если бы меня вызвали, поехал бы. А легко было бы вы себя настроили? Нет. Почему это должно быть трудно, если ты играешь в сборную? Ты не считаешь, что у футболистов есть проблемы с мотивацией, когда их вызывают на… Ты этого не видишь? Проблем не должно быть с мотивацией. А есть они или нет, опять же, тут я могу только говорить за себя. Удивидуально? Да. Когда «Спартак» станет чемпионом? Когда у них наверху будет порядок. А у «Краснодара» в этом сезоне насколько реальный шанс взять? Я думаю, очень большие. На данный момент больше, чем у других команд. Даже больше, чем у «Зенита». Нравится игра «Спартак»? Да. Самый важный вопрос вообще в истории. Всем задаем. «Медиалига» – это дерьмо полное и кайп. Тяжело ответить, потому что я ни разу не видел матч «Медиалиги». Но только слышал. На вопрос, смог бы я играть в «Медиалиги» я, наверное, скажу «нет». Потому что я не смогу на камеру ходить материться или… Как это называется сейчас? Челлендж или что там? Как это? Ну, там, в случае, челленджи там. Угу. Для меня это тяжело. Чего ты боишься? Я боюсь неправильно воспитать своих детей. В чем ты будешь через 3-4 года постовых завершить карьеру? Я точно знаю, что это не будет связано с тренерской деятельностью. Менеджмент? Возможно. Круто. Будем рады тебя на посту. На любом посту, в принципе. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.